Девушки отдыхают А у Валеры в квартире даже компьютера нету, только ноутбук И мебели нету, одни картонные коробки и диван позорный И телефона нету, и телевизора нету, и холодильник советский А все потому что это регулярная шизофрения Есть у него зато большой железный шкаф Стены вмурованы, под обои замаскированы Менты с металлоискателем за три дня не найдут Другой бы в таком шкафу ганджубас выращивал бы Но у Валеры все не как у людей То есть в пятницу вечером открывает он этот шкаф И складывает туда все свои нужные вещи И ноут, и мобилу, и флешку, и бумажник И все свои диски, и все нормальные шмотки И даже посуду с кухни приносит и прячет И на кодовый замок запирает Но это все нормально, это он знает, что делает Он же если в пятницу все не спрячет, у него в понедельник вообще ничего не будет Потому что в субботу-воскресенье он совсем другой человек И зовут его Вася Матрос А Вася Матрос просыпается всегда с бодуна Неважно бухал он вечером или нет Все равно с утра он совсем больной И ему надо поправиться И вот он начинает шариться по карманам И сразу находит 100 рублей Которые ему Валера с вечера оставил И понимает, что жизнь удалась И вот он щемится к ларьку И тарится стрёмным пойлом А там на лавочке дружбаны, тоже матросы по жизни А впереди веселое море А сзади попутный ветер И к вечеру уже такой шторм, что просто ураган А в воскресенье вся команда просыпается в Васиной квартире Общими усилиями находят вторую сотку Которую хитрый Валера в другом месте заначал И опаньки Поплыли дальше А в понедельник просыпается Валера программист И все матросы с воскресенья зависшие Дружно вылетают за дверь Само больше 15 минут на это уходит Валера уже натренировался Потом он открывает сейф Достает косяк Поправляет голову Бреется, моется, одевается И идет на работу А на работе никто и не знает, что он Вася матрос Там его реально уважают и ценят И то, что он никогда на пьянке не остается Так это ему даже в плюс Считается солидный человек Только немного замкнутый И вот Валера всю неделю программы пишет А в субботу он снова Вася матрос И не сказать, что это его сильно напрягает Он уже привык Врубился, что программа у него такая Он же программист В принципе, не самая стрёмная программа Вот был бы он, допустим, Вася пидорас Но он же не пидорас, он же матрос И проблем от него почти никаких По большому счету, только две проблемы Которые, кстати, и у нормальных людей бывают Не только у шизофреников Вот такие, значит, проблемы Первая и вторая Первая проблема с подругами Сколько их не убеждаешь, что в субботу ты будешь Вася матрос Они же все равно не верят И все равно норовят на субботу остаться А в субботу море впечатлений на всю оставшуюся жизнь И потом, конечно, прощай, Валера Вот я и узнал о какой ты на самом деле И хрен ты ее переубедишь Она уже все для себя поняла Можно, конечно, Васиными подругами пользоваться Они ж в понедельник никуда не убегают От них же, наоборот, еще попробуй отвяжись Они такие прилипчивые, такие общительные Поебаться всегда готовы Но это надо сильно много выпить, чтоб так над собой надругаться Вася и сам поутру смотреть на них не может Пинками из квартиры выгоняет Еле сдерживая рвотные позывы Кстати, с Валеринами подругами он гораздо вежливее Поначалу даже почти без мата Но это все до первой банки джентоника Вот такая первая проблема А вторая проблема уже чисто для тех, кто понимает Некоторые, например, раз в неделю бреются Им эту проблему ни за шо не понять А Валера такого типа человек Что если он два дня не побреется То на третье утро у него щетина железная Как у лежалого покойника И скоблить ее приходится со слезами на глазах Периодически приговаривая Блять, ёб твою мать и тому подобное выражение Вась-то бриться некогда У него жизнь насыщенная Вот и приходится Валере за него страдать И вот однажды в понедельник подумал Валера А нахера мне бриться? Пусть вся борода растет, подумал Валера И бриться перестал И стало у него одной проблемой меньше Вася матрос эту тему где-то через полгода просек Когда дружбаны его пиздой под носом задразнили Тогда Вася встал в боевую стойку И сказал им Ша, это моя борода Кому не нравится, дружно идут нахуй А дружбаны сказали Ишь какой борзый, сам иди нахуй И по итогу обломался Вася на тот ларек ходить А стал ходить в другую сторону Где виноводочный магазин А в магазине матросы не тусуются Туда все больше капитаны заходят Или на крайняк мечмана И бородатость у них почти как норма жизни Вася матрос с ними закорешился Влился в ихнюю компанию И стал по ихним понятиям жить То есть не нажрался уже как раньше И пыло всякое не жрал Перешел на водку А в иной день даже просто пиво накатит Бутылки 3-4 И вполне ему хватает Валера программист эту перемену Сразу на себе почувствовал Пробуждаться после выходных Стало как-то легче и даже приятнее А тут и лето пришло И начались у Валеры в жизни разные сюрпризы То он у кого-то на даче проснется То в лесу на рыбалке То на турбазе А один раз даже на яхте посреди волки Капитаны-то летом в городе не киснут Ну и Вася матрос за ними тянется Так Валера со многими интересными людьми познакомился А однажды обнаружил он в своей постели Ну в общем просыпается он однажды в понедельник А рядом с ним лежит вполне приличная девушка Он ей девушка Меня зовут Валера программист Разрешите с вами познакомиться А она ему знакомьтесь Чего уж там Я Катя студентка Он тогда и говорит А как же это вы Катя студентка К Вася матросу попали А она ему А хуй его знает Уважаемый Валера Я ведь по выходным себя не помню По выходным я Сонька буфетчица Это типа болезнь такая Называется регулярная шизофрения Так вот хорошие люди и нашли друг друга И стали жить четвером в однокомнатной квартире Валера с Катей И Сонька с Васей Прибарахлились Мебелей накупили Телевизор поставили Кошака завели И уже о размножении подумывать начали Но Сонька буфетчица все испортила Она ведь по жизни неуемная была Ревновала своего Василия каждому столбу А Катя студентка как нарочно То трусы свои в ванной на сушилке забудет То помаду на полке оставит А то и вовсе Сонькиными прокладками воспользуется Это ж какая женщина такое стерпит Так что теперь суббота для Васи матроса Начиналась не с опахмелки А с безобразного скандала С тупыми предъявами Воплями, слезами, истериками И прочими семейными приколами Потом они конечно мирились и любились Но походу у Соньки еще одна мулечка появилась Типа борода твоя достала Ты с ней на старика похож Короче, если ты меня любишь, то бороду сбрей Это была уже тема на все воскресенье И вот случилось то, что должно было случиться Как завела однажды Сонька про бороду Стукнул Вася матрос по столу кулаком И сказал, завали ебальник Я тебя нихуя не люблю Я тебя вообще презираю Забирай, блять, свои шмотки И уебуй отсюда нахуй Сонька на него поглядела Плечами пожала и пошла собирать чемоданы А Вася на нее поглядел Пошел в ванную и бороду сбрил И как только он себя без бороды увидел Тут же понял, что на самом деле он не Вася матрос И не Валера программист И не Катя студентка И не Соня буфетчица даже А на самом деле он Сережа Растаман Который 15 минут назад добил свою пяточку Выдохнул, прокашлялся и о жизни задумался Да Вот так-то оно бывает Замечтался Сережа Растаман Как оно круто было бы на программиста выучиться И не заметил, как снесло его в регулярную шизофрению 17 раз перевернуло и обратно вынесло И улыбнулся Сережа и подумал Ха-ха-ха И представил реально себя с бородой Как это было бы прикольно И опять поволокло его и завертело И накрутило таких вензелей за Гагулин Что хватило бы на целый роман в десяти томах Если бы все это можно было записать Или хотя бы частично запомнить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok